всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня 13 февраля у нас прекрасный солнечный морозный денек на улице минус 16 в теплице вот сейчас 20 градусов вот на этой верхней полке где я первые дни ставила на той неделе 22 23 поэтому я ставить туда растение не стало поставила на полку ниже где 19 20 градусов сейчас я расскажу для чего я это делаю и расскажу преимущественно о тех сортах вот которые иностранные редкие экзотические которые первый раз у меня выращиваются хотя сегодня я вынесла всех видите вот и те которые толстоногие 23 января посев и высокорослые 29 и тонконогие такая прохладная солнечная температура это идеальные условия в таких условиях помидоры меньше вытягиваются 15 18 20 градусов это прекрасная для них температура и если солнце то это еще лучше потому что никакая искусственная лампа наша подсветка не заменит натурального солнечного света они становятся крепче становится зеленее но сегодня хочу сказать вот о наших экзотических иностранных друзьях которые только взошли у меня и я сразу их вынесла тоже в придомовую теплицу там где немножко прохладнее где солнечно и прохладно эти экзотические иностранцы они конечно и в страшном сне им наверное не снилось что они будут когда-то расти вокруг сугробов вот у меня сейчас вокруг сугроба полтора метра вокруг теплицы вся теплица завалена сугробами если она видит если они видят эти сугробы которые их окружает конечно им немножко наверное страшновато большинство этих семян они не из россии а реально прям привезенные присланные из-за рубежа поэтому они первый раз у меня в сибирском регионе здесь растут вот их то мне и нужно с раннего возраста сразу с рождения адаптировать к нашему суровому сибирскому климату они должны понимать сразу куда они попали если их сейчас тепличных условиях выращу рассаду в течение 60 дней а потом выкину на улицу где у нас и морозец бывает и холодно то конечно они будут в шоке я сейчас буду постепенно их приучать вот предыдущих видео даже в прошлом году и нынче зимой я говорила что характеристики вот эти свойства у томатов есть врожденные то есть те которые генетически заложены которые вот если есть сорт он например красный так он значит должен быть красным сердцевидный значит сердцевидный есть те характеристики которые не меняются не в зависимости от чего не от климата нет условий выращивания а есть свойства приобретенные то есть те которые от родителей генетически заложены мы их не изменить не можем а приобретенные свойства они как раз приобретаются и меняется немного свойства характеристики томата от условий выращивания я уже говорила что есть например растение запоминает те условия выращивания тот климат где он рос и следующим детям будет легче потому что они уже более приспособлены к этому климату родители уже рос в этом климате и в семенах вот эта приобретенная информация она все-таки сохраняется так вот получают районированные семена когда год за годом например привезенные откуда-то из-за рубежа сорт один год второй год выращивают в других условиях и он начинает подстраиваться растение она очень умная я не знаю в как как там измеряется у них интеллект или нет вот этот айкью но сколько-то у них есть вот процентов и я думаю что очень много потому что районированные семена на протяжении нескольких лет если выращивать они получаются очень выносливые по сравнению со своими прародителями вот тоже самое я сейчас делаю вот с этими томатами эти иностранные экзотические редкие они получили от родителей прекрасное наследство они красивы до умопомрачения особенно вот эти двухцветные трехцветные они сладкие они вкусные некоторые даже без томат без томатной кислинки вот с фруктовым ароматом все люди в восторге от них а я хочу еще добавить им постараюсь сделать их еще не только красивыми и вкусными но и выносливыми стойкими готовыми вырасти и дать хороший урожай вот у нас в сибирском регионе или в других регионах в принципе у нас вся россия почти что зона рискованного земледелия в какой район не ткни везде могут быть и весенние заморозки и лето короткое и холодное и вот этих дорогих иностранных гостей вынося вот сейчас начинаю выносить уже в феврале будут они у меня здесь марте они конечно почувствуют что что-то не то куда то мы попали не туда давайте-ка ребята подстраиваться под новые условия иначе нам хана вот это я выношу чтобы я вот хочу объяснить новичкам зачем так рано начинаю выносить это не только предотвращает от вытягивания хотя это основная причина да одна из основных и вот эти вот эти я выношу рано тут прохладенько солнечно чтобы предотвратить от вытягивания а иностранцев мы еще и немножко к сибирским условиям начинаем приучать чтобы они были районированные чтобы прекрасно давали урожай мне в сибирском регионе все до свидания получилось немножко длинновато но я так объясняю подробно чтобы начинающие особенно огородники поняли что это не просто моя прихоть вот нечего мне делать и я как это курочка-наседка утром туда вечером назад утром туда вечером назад особенно вот этим вот неженком очень нужна адаптация с самого раннего периода зато вот семена которые они дадут и которые на следующий год мы будем садить они уже будут подготовлены к нашим условиям и когда я говорила что самые лучшие семена это свои которые вы получили на своем участке это естественно человек который посадил у себя растения собрал с него семена они будут адаптированы к его участку именно к его грунту к его условия выращивания вот эти все иностранцы на будущий год будут уже мои родные районированные все до свидания